Фу-фу-фу, опять манная каша, и не буду её кушать. Нормальная, вкусная, сладкая каша, ешь давай. Фу! Ничего и не фу. А вот и фу, сорока-ворона кашу варила. Вот, пусть сорока и ест, давайте отдадим сороке нашу кашу. А вот сорока с радостью бы вашу кашу съела, но это ваша каша. Поэтому давайте кушайте, пока всё не съедите, из-за стола не выйдите. Ну давай же, давай ложечку за маму. Открывай ротик. Не, не буду я. Самолётик-самолётик летит в ротик. Не, не летит он ко мне в ротик, ваш невкусный самолётик. Слушайте, кажется у меня есть идея. Тот, кто съест всю кашу, тот пойдёт ко мне на мастер-класс. Будем делать самолётики, которые круто летают. Ух ты, будем делать самолётики, а не обманете? А то мы зря кашу есть не хотим. Когда бы я вас обманывал, конечно научу делать самолёты, но только того, кто кашу всё съест. Ох, ладно, уговорили. Макс, отлично, молодец. Вон, только ложками звякают. Фух, получилось. Слушай, я пойду тогда подготовлю бумагу, ножницы, а ты присмотри, что всю кашу съели. И отпускай из-за стола только того, кто всю съел ко мне на мастер-класс в игровую. Хорошо, договорились, я уже за ними присмотрю. Сейчас быстренько нарежу листочки на квадратики, и из них будет удобно делать самолётики. Макс, меня Катя отпустила, я всю кашу съела. Давай показывай мне, как самолётик сделать. Что ты как, Выскочка, мы тоже всё съели. Подождите нас, все вместе смотреть будем. Сам ты, Выскочка, я первая всё съела. Я так и сказала, никуда не выскакивала, понял? Но ты же хотела первый самолётик сделать. Я и говорю, Выскочка, мы все вместе делать будем. Подождём, подождём. Так, один, два, три, четыре, все на месте. Слушайте и смотрите внимательно. Я буду вам показывать, а вы будете так же делать. Каждому даю по листочку для самолётика. Один листочек мне. Сворачиваем напополам, вот так. Но это не напополам. Да, Макс, пополам это совсем не так. Ой, ну извините, я имел ввиду, вот края листочка подгибаем к середине. Ну вот, посмотрите, как у меня, не знаю, как и объяснить-то вам. Вот так. У меня тоже, посмотрите, правильно? И у нас. Плотцы, всё верно. А вот теперь то, что получилось, сгибаем пополам. Чтобы получилось вот так. Получилось, у меня тоже. А что дальше? А дальше заворачиваем крылышки, и наш самолёт готов в полёт. А теперь смотрите, как правильно запускать. Разбегаемся. И самолётик отпускаем. И он улетает. Ух ты, как далеко, здорово. Так, самолётик, давай в полётик. Эх, вот бы на настоящем самолётике полетать. Кстати, а кто-нибудь летал на настоящем самолёте? Расскажите, как это? Я не летал. Я только на даче у бабушки ложился в поле и смотрел, как они летают и следы оставляют. Я им кричал, говорю, самолёт, самолёт, ты возьми меня в полёт. А он мимо пролетал. Не слышал, наверное, они же высоко там. Да, выше облаков. Я у мамы спрашивала, когда мы куда-нибудь полетим, а она сказала, не знаю. О, малыши, вы чего, полетайте ещё, у вас вся жизнь впереди. А пока, поучитесь летать на маленьких бумажных самолётах. Бумажные тоже здорово, давайте запускайте, у кого дальше улетит. Давайте. А кто знает, что нужно, чтобы на самолёте на настоящем полететь? Так ничего особенного, просто нужно купить билет и сесть в самолёт. А чтобы купить билет, денюжки нужны. А денюжек у нас нет. Слушайте, а давайте мы билетики себе на самолёт сами нарисуем. Хм, а кто-нибудь знает, как они выглядят? Надо, чтобы похоже было, а то тогда в салон самолёта не пропустят. Макс, Макс, а покажи, пожалуйста, а как выглядит настоящий билет на самолёт? Нам просто очень интересно, мы никогда их не видели. Ладно, любопытно, сейчас загуглим. Так, как выглядит билет на самолёт, энтер. Ага, ну вот, походите, смотрите по очереди. Ага, ага, вижу, спасибо. Гар, оставь компьютер, не выключай. Мы будем периодически самолётики запускать и якобы билетики покупать. И смотреть на него можно? А, вам оставь компьютер, вы тут живые мультики включите. Нет, нет, не включим. Мы точно будем билетики смотреть. Макс, а можешь нам дать ещё бумажки? Мы себе на эти самолёты билеты нарисуем. Ага, и как будто будем на них летать. Билетики хотите нарисовать? Ну ладно, сейчас дам вам бумажку и карандаши тогда. Вот, ребят, держите карандашики и билетики. Разрезал по размеру, как настоящие прям. Вот, спасибочки. Так, ребят, идите все сюда, будем билетики рисовать. Это у вас так весело и подозрительно тихо. Чем занимаются? Самолёты всё пускают? Нет, они решили на эти самолёты билетики себе нарисовать, чтобы как по-настоящему летать. Ну здорово, Макс, твои идеи с самолётами целый день будут теперь играть. Так, кто умеет писать? Я уже всё написала, смотрите. Билет на самолёт, девятнадцатое место для Лол. Ух ты, молодец, как настоящий. Так, давай ещё три. И всё рядышком, и я это, у окошечка хочу сидеть. У самолётов не окошечки, а иллюминаторы. Эх, я тоже люблю у окошечка летать. Не, ну нам сказал, что у неё окошечко, а сам говорит у окошечка. Так, пиши давай быстрее. Ерундой мы какой-то занимаемся. Ну, напишем мы билеты и что? Самолёт сам к нам сюда прилетит в детский садик или как? Чего не ерунда? У нас вообще-то аэропорт рядом с площадкой. Ну как рядом? Там две дороги перейти, налево завернуть и направо. Мы с мамой гулять ходили, смотрели, как самолёты летают. Я дорогу знаю. Останется только как-то сбежать, чтобы нас не заметили. Но это мы уж как-нибудь придумаем, ради того, чтобы на самолёте полетать. Так, и сколько у нас билетов? Один, два, три. А зачем пять? Нас же четверо. Один получается лишний. Ну и ладно, здесь его оставим, пусть лежит. Слушайте, малыши, пойдёмте на прогулочку сходим, а потом опять будете заниматься самолётиками. А можно нам взять самолёты и билеты на улочку, на прогулочку? Мы там будем их запускать по ветру и билетики себе продавать. Ладно, берите. Только если потеряется, то не плакать. Ладно, мы же теперь умеем их делать. Сами ещё сделаем, если что. Каждый берёт себе свой билет. Главное, не забудьте, а то, кто не возьмёт, тот не полетит. Короче, я всё придумала. Сейчас я запущу самолётик вон в ту сторону, в сторону аэропорта. Он полетит и улетит к детской площадке. Мы попросимся у Кати и Макса за ним сходить, а сами в аэропорт убежим. Крутая идея, билеты все взяли. Ага. Ну всё, тогда действуем. Ху, улети мой самолётик. Ой, как далеко полетел-то. И куда надо, упал. Катя, Макс, можно сбегать за самолётиком. Он немножечко с детской площадки улетел, но я его вижу, вон он. Ладно, сходи, конечно, подними. А мы ей поможем, можно? Сходите, сходите, мы за вами присмотрим. Ух ты, самолёт настоящий. Здравствуйте. Здравствуйте, малыши. Просьба отойти с посадочной полосы. Через 15 минут будет взлёт самолёта. А чего это отойти? Мы на самолёт пришли. На самолёт пришли, говорите? А где же взрослые? Без взрослых я вас в самолёт не пущу. А взрослые, они сзади, сказали, сейчас придут. А у нас билеты есть. Они нам дали пока и сказали в салон усаживаться. Билеты, говорите, есть? Хм, и правда. Ну ладно, давайте я открою самолёт. Усаживайтесь. Но наличие взрослых перед отлётом я обязательно проверю. Да, да, хорошо, хорошо. Катя, тебе не кажется, что их слишком долго нет? Да, что-то долговато, да и не видно их совсем. Дорогу, что ли, потеряли обратно. Пойдём-ка посмотрим, где они у нас там заблудились. Идём-пойдём, может самолёт нашли? И как, давай его дальше запускать? А ветер в ту сторону, вот, наверное, опять за ним побежали. И скрылись из виду. Вау, идите все сюда. Настоящий самолёт. И на нём мы совсем скоро полетим. Может и не полетим. Пилот сказал, что без взрослых нас никуда не отправит. Ох уж эти взрослые вечно всё испортят. Но мы что-нибудь придумаем. Уважаемые пассажиры, просьба подняться на борт самолёта. Через 5 минут будет взлёт. Уважаемые опасающие пассажиры, прошу вас подняться на борт самолёта. Через 5 минут будет взлёт. Вы слышали? Объявляют, что взлёт самолёта через 5 минут. Так что, может, всё-таки полетаем? Ну что, детишки? Взрослых я так и не наблюдаю. Если они не появятся в течение 5 минут, я вынужден буду вас высадить в аэропорту до выяснения обстоятельств. Пока прогреют двигатели. Сажется, я понял, где они. Катя, бежим скорее. А вот и самолётик. Значит, они точно здесь. Малыши, что вы там делаете? Они забрались в самолёт? А ну вылезайте, пилот, пилот. А вот и опаздывающие взрослые. Добро пожаловать на борт. Быстрее. Через минуту взлёт. Какие взрослые? Какой взлёт? Это наши малыши из детского садика. Пойдём скорее в салон. Мы должны успеть их высадить, пока самолёт не улетел. Ребята, ребята, выходим. Ну вы чего? Выходим. Самолёт сейчас поднимется в воздух. Мы этого и хотели. Пристегните, пожалуйста, ремни. Взлетаем. Кать, лучше сядь. Уже ничего не сделать. Пристёгивай ремень. Интересно, куда же мы летим-то, а? Ой, а мы тоже не знаем, куда летим. А зачем мы летим? А если мы окажемся в другом городе, а как обратно? А как мама меня заберёт из садика? И меня потеряет. И меня? Катя, Макс, а что нам теперь делать? Эх, малыши, заварили эту кашу. Сейчас будем расхлёбывать. Приземлимся, узнаем, что за город. И узнаем, когда рейс обратно. Нужно успеть до вечера, пока ваши родители ещё в детский сад не пришли. А сейчас сидите, наслаждайтесь. Эх вы. Простите нас, пожалуйста, мы очень полетать хотели. О последствиях не подумали. Увы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Гринылка и смотрите новые, самые интересные серии.